Многозадачность, стратегическое мышление, ответственность – это далеко не полный список качеств современного управленца. Именно их, руководители нового времени, чествуют в финале единого регионального конкурса Самарской области. Среди участников – представители органов исполнительной и муниципальной власти, специалисты подведомственных учреждений. Талантливых управленцев поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом конкурсе нет проигравших, что самое главное. У нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы сделать шаг из зоны комфорта, готовы развиваться, стремиться, достигать, готовы брать на себя ответственность. И, конечно, это, поверьте, самое дорогое и ценное. Десятки идей и сотни успешных действий. В этом году победу можно было одержать в 10 номинациях. В каждой по три лауреата. Так, лучшими специалистами местного самоуправления в Самарской области признан заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Топилин, руководитель управления правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Алексей Целовальников и консультант отдела организационной работы администрации советского внутригородского района Екатерины Литвинова. Их идеи направлены на модернизацию и улучшение эффективности государственного управления. Три ключевые вещи – это показатели работы, оценка деятельности и обратная связь. Очень приятно получить такую высокую оценку результатом своей работы. Надеюсь, мой положительный пример, он будет востребован и удастся передать свой опыт, знания, навыки тем людям, с которыми мы вместе работаем. Лучшими практиками и инициативами в системе муниципального управления признаны идеи директоров 133-й гимназии Оксаны Териной и лицея «Престиж» Алексея Атапина. В номинации «Бережливое управление» отметили заведующую комбинированным детским садом номер 78 Ольгу Евтухову. Среди проектов национально-социальной направленности отметили директора централизованной системы детских библиотек Татьяну Халитову и директора 94-й школы Татьяну Ковалеву. Хотела бы в первую очередь выразить слова благодарности своей команде, потому что, конечно же, участие в такого рода конкурсах всегда командная работа. Особенно моим ребятам, ученикам нашей школы, которые поддерживают все наши идеи. Суть нашей работы была представление волонтерского движения 94-й школы, поэтому ребята все огромные молодцы. Управленцы должны идти в ногу со временем. Лучших в этом направлении отметили в номинации «Цифровая трансформация». Моя номинация «Лучшие проекты в сфере цифровой трансформации». Поскольку цифровая трансформация сейчас в большей степени у нас направлена на клиентоориентированность, мы разработали новый сервис, который будет направлен на взаимодействие кадровых служб как с внутренним клиентом, так и с внешним. Еще одним лауреатом этой номинации стала консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Красноглинского района Самары Марина Ларионова. В номинации «Таланты» отметили тех, кто работает с подрастающим поколением. Я победила в номинации «Таланты региона». Когда приходится проводить уроки в дистанционном формате, нужно находить особенные подходы к обучающимся. Оператором конкурса стал Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области Таволга. Это единая территория для талантливых управленцев региона, которая объединяет представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города. Максим Магомедов, Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.